Всем привет! Сегодня поговорим про сборку батареи для велосипеда или другого электротранспорта, а также расскажу про такой момент, как обогрев аккумулятора в зимнее время, так как про это мало кто говорит. Усаживайтесь поудобнее, мы начинаем! 4 года назад я взял себе электровелосипед. И вот настал тот момент, когда заряда батареи мне стало не хватать, чтобы добираться до работы и обратно. Поэтому было принято решение заменить аккумулятор. Для общего понимания, за год я проезжаю примерно 2000 километров, умножить на 4 это 8000 километров на одних аккумуляторах. Вполне годный результат. Первым делом достаем из велосипеда старый аккумулятор и разбираем его. Сейчас вы увидите пример того, как делать не стоит. Это моя первая сборка. У меня не хватало держателя аккумулятора и поэтому садил их на сопли клей. Но к моменту сборки я забыл, что у меня там, поэтому новых не купил. Однако я нашел способ это обойтись. Как расскажу позже. Можно проверить, какой разбаланс ячеек после стольких лет использования. Как оказалось, напряжение совпадает до десятых долей вольта. Это значит, что БМС со своей работой справлялась отлично. Теперь же нам необходимо полностью разобрать старую батарею, чтобы вытащить БМС. Сейчас я вам покажу годный лайфхак, как быстро удалить термоклей. Для этого нужен спирт. Я заправил его в банку из антисептика. Пару пшиков и аккумулятор уже можно отрывать. Это очень удобно. Идем дальше. С чего начинается сборка аккумуляторов? Естественно, с приобретения этих самых аккумуляторов. Брал вот такие, на 3200 мАч. Теперь я рекомендую выровнять напряжение на всех банках. Так как даже новые аккумуляторы могут быть заряжены, то разного уровня напряжения. Если этого не сделать, то БМС будет очень долго выполнять такую работу. Самый простой способ выравнивания напряжения, это соединить все банки параллельно. Но если там есть лютый разброс, то лучше подключать такие банки через резистор, для ограничения тока. Но это опять же будет позже. У меня к сожалению нет устройства для сварки аккумов, так как оно пригортается всего раз в 4 года. Поэтому буду по старинке паяльником. Кто-то может сказать, что это неправильно. Но вот вам вполне нормальная батарейка, которая проработала 4 года после пайки. Думаю на этом вопрос закрыт. Но раз уж паяете, то нужно делать это максимально быстро. Дотронулся, пропаял. И главное не передерживать. Если не получается, лучше через пару минут повторить. Припаяли аккумуляторы в параллель. И можно подождать, пока они перераспределят заряд. А пока я хотел узнать, какая же емкость у тех аккумуляторов, которые стояли в велосипеде. Сначала я удивился, потому что емкость упала совсем немного. Но как мне кажется, проблема тут не в емкости. А в том, что аккум не может обеспечить нужный ток. Еще в моей старой сборке были аккумы, которые я добавлял туда год назад. И я решил их поставить в новую батарею, пускай еще поработают. А вот у них напряжение уже сильнее отличалось от тех, что я припаял. Поэтому для выравнивания я подключил их через резистор 0.1 Ом. Естественно это увеличило время выравнивания. Зато это не оказало пагубного влияния на аккумулятор. Теперь нужно было заменить чем-то отсутствие холдеров. Я решил не париться и просто нарисовал вот такую сетку в инверторе. Дальше отправил ее на печать. Такое решение не идеальное, но лучше чем садить аккумы на термоклей. Тут главное угадать с размерами отверстий, чтобы аккумы не шатались и их можно было плотно вставить. Итак, давайте уже запаяем сборку так, как она должна быть. 5 штук в параллель и 13 последовательно. Соединял между собой проводом 1 мм. Такого с головой хватит для моего велосипеда. Следующий этап это установка БМС. Так как она уже не новая, то в некоторых местах приходилось наращивать провод. Но в принципе это не проблема. Начинаем с минуса и идем по порядку до старшей банки. Сейчас вы увидели стандартную сборку. А теперь сделаем то, что многие упускают. Это обогрев аккумулятора. Я же не один такой, кто может в снег поехать допустим играть в футбол на велосипеде. Но каждая вот такая поездка наносит непоправимый ущерб аккумулятору. И решение тут одно. Жертвовать дальностью хода и греть аккумулятор его же зарядом. Для этого я буду использовать вот такой нагревательный провод. Его характеристики я не знаю, так как он достался мне по наследству. Я его просто подключил к блоку питания и смотрел какую мощность он потребляет, при каком напряжении. Хотя тут можно было смело использовать нагреватель как для теплого пола. Их выбор на рынке сейчас довольно большой. Теперь что касается управления. Не будем же мы постоянно включать и выключать руками кнопку обогрева. Поэтому я быстренько набросал схему, которая будет управлять нагревателем. Тут в принципе деталей немного, и я не стал заморачиваться и разводить плату. Так как самому делать плату лень, а с Китая ждать долго. Но если заказывать в Китае, то рекомендую пользоваться услугами компании PCBWake. Это крупнейший производитель печатных плат. Заказываю там платы на регулярной основе и всегда доволен конечным результатом. Поэтому могу смело рекомендовать их вам. Ну а я же собрал все на макетке. Питать буду через высоковольтную DCDC на LM2596HV. Ее выходное напряжение выбирайте такое, чтобы мощность нагревателя была примерно 5 Вт. Для настройки срабатывания нужно крутить вот этот резистор. Проверять же буду с помощью льда, температуру которого принято считать 0 градусов. Вставляем в него термистер и добиваемся того, чтоб светодиод на выходе загорался. Достаем он гаснет. Значит наша схема работает как нужно. Можем с помощью мультиметра посмотреть на ток потребления. А с помощью тепловизора как нагревается обмотка. Тут можно увидеть, что сама DCDC тоже греется. Но так как она будет работать только в минус, то это безопасно. В итоге у нас получилась довольно неплохая конструкция. Но это еще не все. Для того, чтобы сохранить тепло, необходимо изолировать аккумулятор с помощью термозащиты. Я буду использовать вот такой утеплитель. Поверх все это дело. Обматываем армированным скотчем. И осталось только установить обратно наш аккумулятор. Это уже каждый будет делать как ему удобно. У меня же получилось все довольно неплохо. С небольшим усилием аккумулятор стал на свое место. Ну и теперь можно тестировать дальность хода. С этим проблем тоже не возникло. Аккумы хорошие. И на одном заряде я проехал 35 километров. На этом у меня все. Спасибо, что смотрите. И до новых встреч.